Всем привет! Несмотря на негативный актив, рубрика Гореподборщики будет. И еще раз будет. И да, я нашел еще одного чела, начнем. Йоу народ, всем здорово! Сегодня я сделаю ролик на такую тематику, просто потому что на других каналах он в принципе неплохо залетел по просмотрам, и я решил, почему бы мне не сделать такой же ролик. Если тебе тоже эта идея нравится, то уже сейчас, я надеюсь, ты поставишь лайк. Но если сейчас не поставишь, то подожди 5 секунд и обязательно поставь. Начинает наш выпуск мышка. Не бладе, не беспокойтесь, не помните. Сегодня у нас Матаспит В70. Кстати, эта мышь очень хороша за свою цену. Хорошие микрики, топовый сенсор, 3360, приятные формы и материалы. Сенсор, кстати, можно поменять на более дешевый, но не менее крутой, 3325. И всего за около 2000 рублей. Нали клавиатуре. Клавиатура у нас сегодня довольно-таки дорогая. Так, если меня не сгибает память, то это похоже на Мотоспит К87С. Мотоспит К87С. Неужели я угадал название одной из худших клав на рынке с короткосрочными переключателями, супер, тонкими кейкапами и дребезжащим стабилизаторами за 3000 рублей? Ты бы мог за такую цену взять Джеймс Танки 87. Поехали поскорее к наушникам. Это просто бомба. Вы просто посмотрите на это. Они не сгибаются даже. На ушах они сидят просто великолепно. Ты хоть день в них ходи. Уши не устают. Они так кайфуют. Уши все дышат. А это, походу, G2000 с сухим и неестественным звучанием в 7.1, а также вибрацией, плохим микрофоном, хлипкой конструкцией и ненужной подсветкой за 1000 рублей. Если бы еще 500 рублей добавил, то мог бы купить ИСК 960B, а микрофон мог бы взять петличку. Все равно только для игры и сойдет. Ехали поскорее просто к крутейшему коврику с подсветочкой. Пацаны, представьте, коврик с подсветкой. В принципе, взять красненькую, такую, тоненькую, средненькую, ковричек, да, чтобы удобно было мышечкой по столу водить. Если первый коврик сделан из хорошей резины, то нормально. А второй коврик уже сразу назовут говном. Ты бы, Xiaomi, взял вместо таких двух ковров. А теперь посмотрим рейтинг видео, по мнению зрителей. И наконец-то здесь хоть какой-то негатив есть, ведь ты, чел, собрал не очень хорошую подборку. Надеюсь, в следующий раз ты учтешь свои ошибки, и сделаешь топовый сет. А и с вами был Стыкбутмен. Всем пока и удачи вам при выборе девайсов.